Библейский портал экзегет.ру представляет 34 глава книги пророка Исаии. Мы долго читали пророчества разных народов, о том, как они воюют, о том, как в этих войнах Господь наказывает злодеяния и как Он утвердит потом праведность, прежде всего, в Иерусалиме, но это касается всей Земли. И сейчас мы прочитаем для библейского портала экзегет. Я, Андрей Десницкий, читаю с небольшими комментариями свой перевод. 34, ну, а потом и 35 главу, которая как бы подводит всему этому итог. Говорилось очень много про разные страны, про Сирию больше всего, про Египет тоже очень много. Как правило, нелестного, как правило, то, что они люди, они боги, поэтому, в общем, не полагайтесь на них, ну, и не страшитесь их безмерно. Всё это как-то устроится. Господь, в конечном счёте, тот единственный, с кем вы должны иметь дела. И вот 34, это про то, как всё плохо. Следующий будет про то, как хорошо. «Приступите и слушайте, народы, внимайте племена, пусть знает земля и всё, что наполняет её, этот мир и всё, что рождается в нём. Гнев Господень на все народы, ярость его на все их полчища». Пожалуйста, кроме Израиля хочется добавить, но Исаия не добавляет. То есть всё человечество так или иначе, причём не каждый человек отдельно, а даже вот общности людей, они навлекли на себя Божий гнев. Потом в Новом Завете это будет развито очень сильно, но здесь выход, так скажем, ну, не описывается подробно. Он, может быть, предугадывается, говорится, что он обязательно будет, но без подробностей. «Гнев Господень на все народы, ярость его на все их полчища, придаст их заклятию, отдаст на заклание». Заклятие, напомню, это то, что уже вот не должно никак находиться на земле живых, то, что изымается из употребления, потому что посвящается Богу. На практике это означало, как правило, полное уничтожение. «Разбросаны будут убитые тела, от них поднимется смрад, даже горы затопят их кровь». Ну, то есть настолько высокий будет её поток, конечно, сильное преувеличение. «Всё небесное воинство сгинет, небеса свернутся, как свиток, и всё их воинство увянет, как вянет лист на лозе виноградной или на смоковнице смоква». Ничего себе, небесное воинство падёт вместе со всеми армиями всех народов земли. Это как понимать? «Небесное воинство – те, кого мы сегодня называем ангелами, и Господь Саваоф – это как раз название «Господь воинств», Саваоф или по-еврейски «Цеваот» – это слово, которое обозначает воинство, переводится именно так. И получается, что вот эта испорченность человека, она настолько велика, что даже небес это касается, что даже небеса не смогут устоять перед лицом этой испорченности. «Насытится мой меч на небесах, спустится, чтобы судить Эдом на народ, который я заклял. Вот небеса ангелы и Эдом относит и небольшой народ, маленькое государство, соседи, родственники израильтян. И это всё в одной такой связке, да? То есть нет мелочей, нет каких-то незначительных народов, мимо которых как-то вот пройдёт их, не коснётся и так далее. Это касается всех. Дальше подробнее про Эдом. «Меч Господа напьётся кровью, насытится жиром от заколотых ягнят и козлят, от жира с бараньих почек. Жертвоприношение у Господа в Боцре. Большая резня в земле и дометян». Боцрад, соответственно, один из регионов Эдома. И получается, что вот эти массовые убийства скота, правда, да? Но они как такое большое жертвоприношение Бога. На самом деле, видимо, идёт речь о набеге врагов, которые режут скот, но одновременно это вот и Господь, который приносит жертву себе сам в конечном итоге, видимо, потому что и дометяне этого не сделали. «С ними падут и дикие быки, и волы, и телята, и та земля кровью напьётся, почва пропитается жиром. Настанет у Господа день мщения, год, когда воздаст он им за Сион». Вот Сион, родственники, то есть Иерусалим, те, кто испытал, очевидно, какие-то угнетения со стороны дометян, а может быть и злорадство, когда Израиль был подвергнут вражескому нашествию ассирийскому, и это всё не зря. Он воздаст за Сион, Господь, да? То есть вот все виновны, как мы читали, все народы так или иначе перед Богом неправы, но это не означает, что обнуляются счета между ними, что если есть какие-то претензии о справедливой, обоснованной у одного из народов к другому, то он так или иначе, этот другой народ, потом об этом пожалеет. Итак, «Вся страна, как смола, запылает, не погаснуть ей ни днём, ни ночью, вечно дымом над ней клубиться, из рода в рот ей пустой оставаться, во веки веков путникам по ней не ступать». Ну, такой постоянный мотив опустошения. Дальше будет про животных и птиц, которые там заменят людей. «Завладеют ей ежи да совы, будут жить там филины да вороны, запустение будет ей мерилом, уничтожение будет ей отвесом». Строительные инструменты, которые проверяют длину и горизонтальность, или вертикальность, наоборот, отвес. «Уничтожение будет ей отвесом, не останется ни знати, ни царства вожди её в ничто обратятся. Терновником простут её чертоги, крапивой и колючками её твердыни, будет там жилище с шакалом и страусом раздолье». Ну вот, снова эта тема, когда всё оказывается таким заполненным представителем животного мира. «Встретятся там барсы и гиены, перекликаться будут дикие козы, отдыхать там будут ночные птицы, найдут себе пристанище». Может быть, здесь не очень ясен перевод, упоминаются не ночные птицы, а косматые демоны. Дикие козы, косматые демоны, не ночные птицы, а лилит. Это такое существо, скорее мифологическое, которое, в общем, демонски имеет характер. И вот как посмотреть, есть ли всякие косматые демоны и лилит? Вроде Исаия, он что, верит в их существование? Ну, как и барсы и гиены, как и ёжики с совами, это, в общем-то, можно понять как образы, да? Да, но люди, в принципе, так доверили в такие существа, да? И, может быть, мы не должны даже как-то бояться увидеть их в тексте Исаии. Устроится там гремучая змея, выведет детеныша и соберет их подле себя. Там же и коршун угнездится, а с ним и его подруга. Да, то есть такой санаторий для всяких разных гадов ползучих и хищных птиц. Не просто они там будут, но им там будет хорошо. Вот людям там жить совершенно не удастся. А этим диким и хищным живым существам там будет прекрасно. Тоже такой хороший образ запустения. Поищите-ка в Господнем свитке, почитайте. Ни в ком из них не будет недостатка, ни один не останется без пары. Такая забота об этих, знаете, гремучих змеях и коршунах. К чему бы это? Ну, понятно, что речь идет о том, что это будет всерьез и надолго, что это не какая-то минутная такая неприятность, но вот они там угнездятся, они там будут из поколения в поколение. Это его устатак повелели. Его дух соберет их. Сам он бросил для них жребий, своей собственной рукой отмерил землю. Владеть они ей будут вечно. Из рода в род жить там будут. Все эти зверушки, а может быть даже и космоты и демоны. А о каком это вообще городе? Иерусалим? Похоже, но не до конца. В 70-м году он был разрушен, но там было построено такое же римское поселение. Какие-то языческие города, там столица Ассирии и Невия, тоже похожи, даже еще больше похожи, потому что тут как раз мы с вами уже читали, что воздаст и дометянам за Сион, но, наверное, не только и дом так плохо себя вел, но и другие некоторые народы. Это вот такой собирательный образ врагов Израиля. Но, в принципе, как и всегда у пророков, говоря о чем-то конкретном, он говорит и о чем-то очень общем, о таком глобальном принципе наказания жителей, наверное, любой страны за грех, которая таким образом осуществляется. И для того, чтобы оно сменилось чем-то другим, должны произойти очень важные события. Но об этом будет говорить 35-я глава. А вообще, точнее говоря, она об этом будет умалчивать, она только подскажет некоторые интересные признаки. Спасибо. Спасибо.